Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Вадим Дзюба. О самых интересных событиях этой недели узнаем прямо сейчас. В этом выпуске. Акция «Ночь кино» пройдет в России 29 августа. В Казахстане отмечают 175-летие реформатора национальной культуры. Театр кукол имени Образцова готовит большую юбилейную программу. А теперь более подробно об этих и других новостях. Последние летние ночи можно провести за просмотром хороших фильмов. 29 августа некоторые выставочные залы Москвы на один день превратятся в настоящие кинотеатры. Кроме кинопоказов, у зрителей будет возможность прогуляться по залам музеев и пообщаться с кураторами проекта. Акция «Ночь кино». В Казахстане объединились музеи и выставочные центры. Так, 29 августа 18 залов по всей Москве откроют свои двери для посетителей. В каждом из них будет особый тематический кинопоказ. Например, электромузей в Ростокино приглашает познакомиться с творчеством молодых художников. Поэтому, если хотите разобраться в современном цифровом искусстве, обязательно загляните. Специальную программу «Ночь кино» подготовила и в честь юбилея великого советского режиссера Сергея Бондарчука. В этом году со дня его рождения исполняется 100 лет. Он подарил советскому кинематографу такие шедевры, как «Война и мир», «Судьба человека» и «Они сражались за Родину». За свои работы знаменитый сценарист и режиссер получил премии «Оскар» и «Золотой глобус». Сразу в нескольких выставочных центрах зрители смогут посмотреть его лучшие экранизации, а также узнать больше о творческом пути Сергея Бондарчука. После затяжного отпуска актеры театра «Кукол имени Образцова» вновь встретились на сцене. По доброй традиции, перед открытием нового сезона весь творческий коллектив собирается вместе, чтобы обсудить творческие планы и подготовиться к работе. К тому же, этот год для театра действительно особенный, ведь впереди юбилейный 90-й сезон. На торжественные встречи побывала наша съемочная группа. Сейчас вместо зрителей в зале куклы, но уже очень скоро театр откроет свои двери для посетителей, и в его стенах, как и прежде, будут звучать смех и радостные аплодисменты. 1 сентября театр «Кукол имени Образцова» открывает уникальную и творческую программу в честь своего юбилейного 90-го сезона. Во время карантина режиссеры и постановщики продолжали активную работу, и за этот период они подготовили для зрителей четыре премьеры. Уже осенью гости смогут увидеть новые спектакли «Звезда Вифлеем», «Маленький принц», «Гадкий утенок» и «Чаполина». Я готовлю спектакль «Приключения Чаполина». Вернее, он будет называться просто «Чаполина». И сегодня, я говорю, мы проводим кастинг на роли. Вот тут у нас полно овощей. Будем раздавать сегодня роли артистам. На самом деле, это очень такая увлекательная сейчас у нас работа. Новые интересные проекты появятся и в музее театра. В честь юбилея сотрудники обновили экспозицию в залах, а также подготовили специальные интерактивы для самых юных посетителей. Театр Образцово – это самый крупный центр искусства играющих кукол. Здесь находится единственная в России библиотека и крупнейший в мире музей театральных кукол, где можно найти тематическую литературу, изучить всю историю кукольного мастерства от античности и до наших дней. Полина Прокопенко, Равид Гор. Специально для телерадиокомпании «Русский мир». Поэт и просветитель. В Казахстане отмечают 175-летие национального деятеля искусства Абая Кунанбаева. О его заслугах перед Отечеством рассказали на онлайн-площадке Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Его называют ювелирным мастером художественного слова. Творчество Абая Кунанбаева состоит более чем с 200 стихотворений и переводов, а его главным застоянием считается прозаическая поэма «Слова назидания». Это сборник из 45 притчей, философских трактатов, которые поднимают и по сей день актуальные проблемы истории, педагогики и морали. С начала 2020 года в Казахстане проводятся особые торжественные мероприятия в честь юбилея национального поэта. По всей стране организуются литературные чтения и концерты. 12 августа на онлайн-площадке Центра русский язык и культура Казахского национального университета имени Аль-Фараби прошла культурная встреча поэт и просветитель. В рамках этого мероприятия объединились представители из Республик Казахстан и Азербайджан, кураторы Россотрудничества, университетов, а также общественных фондов и культурных объединений. Гости вспомнили о главных творческих достояниях Абая Кунанбаева и поделились своим мнением о важности сохранения культурного наследия. Биографию самого известного отечественного космонавта попытались вспомнить жители Саратова. Такой репортаж к нам пришел от участниц конкурса «Корреспондент русского мира» Эльвиры Нарбиковой и Дарьи Рябушкиной. Смотрим. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Его имя и подвиг стали символом всего передового, открыли путь новым возможностям в освоении космоса. Юрий Гагарин стал настоящей гордостью своей страны. Со дня рождения великого космонавта прошло 85 лет. Помнят ли его подвиг сейчас? Когда Юрий Гагарин совершил полет в космос? Могу ошибиться в 68-й апрель. 11 апреля. День космонавтики 12 апреля 1961 года. Я тут, честно, не знаю. Вообще ничего не помню. Стыдно, честно говоря, не знаю. Ну, 12 апреля 1961 года. Как назывался космический корабль, на котором Гагарин стартовал? Восток. Космическим кораблем назывался Восток-1. Союз-1. Да, возможно. Восток-1. Когда и в каком году родился Юрий Алексеевич Гагарин? Юрий Алексеевич Гагарин родился 85 лет назад, можете сами посчитать. Точный дат, к сожалению, я не помню. Не знаю. Ой, а когда он родился? Вот. Тоже не знаю, когда он родился. В 34-м. Какой техникум и в каком городе он окончил с отличием? Сейчас училище-то у нас есть на Сак-Аванцете. Или какая-то улица Сак-Аванцете. Не педагогический колледж, а именно Гагарин. Но там, по-моему, сам колледж, он же неоднократно переименовывался. Гагаринский техникум индустриальный. Он фактически-то индустриально-педагогический. Ну, вернее, летные училища в Саратове или в Энгельсе. Это тоже хороший вопрос. Да, очень. Саратовский наш. А как он называется сейчас, я не знаю. С какого космодрома он полетел? Байконур. Из Казахстана. Назвался Байконур. Не знаю. Какой? У нас один тогда был космодром Байконур. Сколько времени был на орбите? Не тридцать шесть часов в случае. Может быть. Он был, по-моему, девятнадцать минут. Сто с чем-то минут. Сто восемь минут, по-моему. Сто восемь минут. В каком звании полетел и прилетел Гагарин? В каком звании? У него повысились раз на два, когда он прилетел. В майоре, по-моему, полетел. Пролетел. Так, капитаном. А вернулся? Уже так. Подполковником. Старший лейтенант. А вернулся майором. Сколько витков Гагарин совершил вокруг земного шара? Четыре. Два или три. Четыре круга. Один, два. Один. Один. Как назывался советский художественный фильм, посвященный детству Гагарина? Нет, не к нам. Как-нибудь первый в космосе, первый... Первый человек. Не знаю. Так начиналось детство. Что сказал Гагарин, когда корабль «Восток-1» стартовал? Ну что, поехали! Поехали. Поехали. Поехали! Поехали! Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездной открыл? Пламень был и гром, замер космодром. И сказал негромко он, он сказал, поехали. Он смахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся над землей. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Прием заявок продлен до 1 декабря. Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания.